салон приходит пациент к врачу прочего проверяет и говорит ну что дружок доигрались он говорит а что я что я я как все я чу я веду обычный образ жизни ничего что ну вроде в том-то делаю я про тоже говорю я про тоже говорю сегодня мы будем изучать еврейскую медицину и укреплять свое здоровье давайте скажем для начала мантру и то есть молитву излечения скажем и посмотрим на ее слова мантра и молитва излечения написано так до 8 браха рафаэйну ашем вани рапе ушейну вани вашея ки циласейну ата ваале рупуа шлема лихол макосейну ки кельмелек рупе нейман варахман ата ну и в конце окончание бракхи окончание бракхи барухата ашем рупе холей амо ישראל вот такая бракха теперь первый источник этой молитвы взят из пророка ирмияу там написано так давайте посмотрим говорит пророк ирмияу рафаэйни ашем варапе ушейни вашея ки циласи ата похоже да еще раз рафаэйни ашем варапе ушейни вашея ки циласи ата а у нас как описано давайте проверим написано в брахе рафаэйну ашем вани рапе тоже самое только меняется на множественное число вместо рафаэйни рафаэйну излечи нас вместо рафаэя я буду я вызову венни рафаэ ошейну мы ну вашея то же самое только во множественном числе Так поставили Хазаль, взяли посылки из Ирмияу про Руфуа и сделали его во множественном числе для всех нас, чтобы мы все были здоровы. И тоже написано потом, «Ки-ты-эля-сей-ну-ата», вместо «ты-эля-си», «ты-эля-сей-ну-ата», потому что «ты хвала и слава наша». И тут сразу возникает несколько вопросов. Разве пророк Ирмияу был болен, когда он это говорил? И причем здесь Ишуа, ну Руфуа понятно, причем здесь Ишуа, Ишуа это спасение, да, как Ишуа, и причем здесь «ки-ты-эля-сей-ну-ата», потому что «ты наша слава». Как все это связано, о чем идет речь? Смотрите, надо сказать так, что на самом деле Ирмияу, когда он это говорил, он не был больным, у него не болел ни зуб, ни горло, ни спина, все было нормально, но что он себя чувствовал больным? Болела душа, то есть нет душевно больной, в обычном понятии ненормальной, а человек нормальный, но душа нездоровая, душа болит, душа плачет, что-то не то. Чего не хватало Ирмияу? Это все произошло после того, как храм был разрушен, были проблемы в народе Израиля, Ирмияу чувствовал, что что-то не то, что-то не то. Он всегда плакал. Есть история, как встретились Ирмияу, пророк Ирмияу, и философ греческий, а Платон, Платон, они встретились. Платон был намного моложе, чем Ирмияу, и он спросил у него разные вопросы, он знал, что евреи умные, в Иерусалиме живут умные люди, это было известно всему миру. Платон был, как известно, человек, который любил знания и мудрость, искал ответы на вопросы. Он решил общаться с Ирмияу и с Ирмияу, он просил у него раз вопросов, и на все вопросы Ирмияу ответил, ответы такие, что Платон уже не знал, с кем он общается, либо человек, либо ангел. Он такого умного человека вообще не видел. Ну что, он застал Ирмияу, как раз когда тот сидел и плакал после разрушения храма. Спросил у него Платон, дорогой Ирмияу, ты такой умный человек, так что же ты платишь о камнях, о дереве, которое сгорело, ну, допустим, это неприятно, да, было здание красивое, да, было там, и предусмотрение, совершенно хорошо, было, сейчас этого нет. Ну зачем плакать, ты же умный, ты же человек рациональный, то есть мы понимаем, что мы не плачем о том, чего нет. Мы должны знать будущее, а не прошлое, как говорится, не плачут о пролитом молоке. Сказал Ирмияу, дорогой мой друг, я на все вопросы тебе ответил и отвечу. Но на этот вопрос, почему я плачу, я не могу тебе ответить. Это вопрос, который касается души еврея. Это называется Галут. Что такое Галут? Галут это когда все как бы нормально, но все как бы бы девять. Что такое бы девять? Я спросил одного знакомого, друга там в куле, как сказать по-русски, бы девять. Он говорит, что бы девять по-русски? Как бы такого нету, бы девять по-русски. Он говорит, это, а мне дальше как это можно объяснить? Как это? Где повесить? А, уже повесили? Ну повесить так повесили, пусть висит. То есть, по идее, отначально лучше было повесить в другом месте. А повесили? Ну уже повесили. Пусть будет так. То есть, можно было бы, конечно, все, что было получше, но это то, что есть. Если то есть, то то есть. Это называют как бы идеават. Но лучше было бы, конечно, по-другому. Лучше было бы по-другому. Это определение Галута. Это определение, оно такое, light. Есть более сложные, то есть, более тяжелые определения Галута. Это такой легкий Галут, когда все кажется нормальным, но на самом деле все ненормально. Дмитрий Рабин Ахман, что если человек не радостен, это Галута. А если человек радостен, но он радуется глупостям, тоже Галута. Если нет внутри человека веры, это Галута. Что такое вера? Обычно кажется, что вера, это как бы, вот есть знание правды, а есть то, что я верю. Я этого не знаю, но я это верю. Говорит, Эрбин Ахман, другое определение. Он говорит, что вера, это тоже знание правды, но это знание на другом уровне, более глубоком уровне, который мне не могу объяснить и доказать. Я знаю, что это так, это правда, но объяснить это я не могу. Это разница между верой и знанием. Ткань это всех этих вещей, веры, радости. Это состояние Галута, и это как бы духовная болезнь. И об этом просил пророк Иремияо Рафуа. И на самом деле, еврейская медицина, то, что мы сегодня учим, это браха, это она вся идет на, в принципе, изначально на болезни духовные. Ну, что интересно, говорит Аран. Он говорит так. Эн сафек ицли. Эн сафек ицли. Нет сомнений у меня. Шехалей нефеш, сибали халиагуф. Викилой рапе агаагуф, мебли мерапе анефеш. Нет сомнения, что болезни духовные, это причина болезни тела. То есть, дух влияет на тело. Вилой рапе агуф, мебли мерапе анефеш. И тело не может быть здоровым, если душа нездоровая. Тут описаны две вещи. Тут написано, диагноз и средство. Написано, что, во-первых, болезнь тела, это последствия болезни души. Во-вторых, для выздоровления человеку необходимо здоровую душу. Это утверждение новое. Это давно уже говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Как бы наоборот, но тоже та же самая идея. Но что там может быть новым, это то, что на самом деле это слово рафуа, это оказывается, это понятие расслабленности, расслабиться. Расслабиться. Мы просто говорили на прошлом уроке, рафуй, рафуй как есть кулак, а есть адрафуя. Ослабленная рука. Как понимать? То есть надо понять, что вся эта медицина, то, что мы говорим, еврейская медицина, она направлена на профилактику. По-английски preventive medicine, профилактическая медицина, медицина профилактики. То есть мы не боремся с болезнью, когда она уже есть, а мы изначально пытаемся вести правильный образ жизни, сейчас мы поймем, о чем идет речь. Если мы находимся на сайте профилактики, без стрессов и волнений, это, как сказать, это рецепт для здоровья, поэтому рафуя, быть рафуй, не напрягаться, не быть сжатым как кулак. Спокойно, есть у мира этого хозяин, он управляет не так плохо, уже много тысяч лет, только мы ему мешаем управлять. На самом деле, есть балабайт, есть хозяин, и можно немножко расслабиться. То есть мне нужно постоянно быть в трессе. Это рафуя. А если уже все-таки, да, уже что-то с телом, уже что-то не то, тогда, знаете, приходим к врачу, к массажисту, он говорит, расслабьтесь, расслабьтесь, не напрягайтесь, дайте мне тебя вылечить, я хочу тебя вылечить, да, поэтому не мешай мне тебя лечить, если ты будешь все время напрягаться, я не могу тебя вылечить. Расслабься, я буду тебя лечить. Просто обращайтесь к Ашему, вылечи нас, сейчас мы в твоих руках, вылечи нас. Еще раз слова брахи, пожалуйста, послушайте на слова брахи. Рафаэйну Ашем Венерафе, Рафаэйну Ашем Венерафе, Излечи нас, и мы излечимся. Да, такое вот повторение. Ты нас вылечи, и мы излечимся. Рафаэйну Ашем Венерафе, Ощу Эйну Венерафе, Спаси, и мы будем спасены. Кита Ла Сейну Ата, давайте начнем вот это вот, Кита Ла Сейну Ата, Ты наша, Ты Ела, Ты наша слава, Ты наша Абхала. Что имеется в виду? Что имеется в виду, что после выздоровления, когда мы выздоровеем, мы будем тебя хвалить. Конечно, можно дать подарок врачу, который помог нас вылечить, но надо помнить, что врач, он как посланник от Ашема, тоже врач должен это помнить. И главная наша хвала будет Ашему, как мой знакомый, Равин, как-то у него болел папа, и врачи ему помогли, была тяжелая болезнь, так он сказал, что, О, Акадошу Бураху послал разум врачам, дал им совет, чтобы они помогли моему папе. То есть все произошло, от Ашема. Китая ла сейну ата, и мы тебя за этого хваляем. Китая ла сейну ата. Теперь, почему есть такое повторение, рафаэйну в нирапе. Рафаэйну в нирапе. Да? Ты нас вылечи, и мы излечимся. Дело в том, что, как известно, очень часто врачи лечат, но безуспешно. Тут, по-моему, чтобы было успешное, да, рафаэйну, и тогда мы не рапе. И мы излечимся. Рафаэйну в нирапе. Уши эйну в нирапе. Уши эйну в нирапе. Уши эйну в нирапе больше касается, как бы, уже, чего-то такого, духовного понятия, спасения. Уши эйну в нирапе. Как-то один раз очень сильно болел. Очень страшная болезнь. И позвонил ко мне наш общий раввин и сказал, что срочно нужно приезжать. И там собралась группа. Будем читать Таилим. Потому что человеку, ему нужна Ишуа. У царих Ишуа. То есть тут уже нервы фуа. Это не просто ему нужно лечения и излечения. Тут нужна Ишуа. Тут уже руфуа не обойдешься. Нужна на самом деле Ишуа. Ишуа. Это больше, чем руфуа. Теперь давайте так еще скажем пару важных слов. Написано так. Ваале руфуа шлема ликоль макутэйн. Дальше идет в брахе. Ваале руха руфуа шлема ликоль макутэйн. Руфуа шлема. То есть врачи дают лекарства обезболивающие. Или даже лекарство снимает болезнь. Но нет гарантии, что эта болезнь не вернется. Болезнь может вернуться. Это не называется руфуа шлема. Мы просим руфуа шлема ликоль макутэйн. Макка это как бы получить макка, удар, кого-то ударить, это макка. Написано такое слово макка, удар. На самом деле любая болезнь это вид, как бы мы получили как бы удар. Знаете, как есть такой аттракцион, едет на машинках и машинки только ударяются. Так мы по жизни несемся как на этом аттракционе, на машинке. И постоянно какие-то макот. И все эти болезни на самом деле это как макот, которые мы получаем. Это наказания такие. Нас бьют. И мы просим руфуа шлема ликоль макутэйну. Спасти нас от всех макот. Ки кель мелех руфе нейман варахман ата. Виты кель мелех руфе нейман варахман ата. Тут есть четыре эпитета. Кель мелех руфе нейман варахман ата. кель мелех руфе нейман варахман ата. Во-первых, Ашем, ты как царь. Общу разницу между царем и другими людьми, другими врачами, что царь, он как бы, у него есть право вести себя не по закону. Он выше закона. Царь. Тоже самое и здесь. Мы говорим, у Ашема, Ашем, делай нам руфуа, быть таким доктором, что нам посылает излечение выше законов природы. Потому что иногда есть такие болезни, которые, по идее, человек не может из них никак выкарабкаться. Но Ашем, да, может это излечить. Есть история, когда, несмотря на то, что врачи говорили уже, что все потеряно, люди выздоравливали. Ата Ашем то есть мы в тебя верим. Какой-то такой врач очень опытный и мы ему доверяем, этому врачу. Мы доверяем Ашему, что нас излечит. Когда мы молимся о больных, конечно, мы молимся о всех больных не только за нас. Поэтому, опять-таки, это бархан написано Байлашон Рабин. Рафаэйну, да, за всех нас, не только за себя. Потому что боль чужого другого еврея должна быть так же, как боль наша, как будто наша часть тела болит. Вот такой Равмейр Ходыш в Машгиях. И он плакал во время молитвы. Спросили, почему ты плачешь? Он говорит, как я могу не плакать? Ведь я знаю, сколько страданий есть у людей, которые болеют, потому что это болит. Они нездоровые, им очень трудно, сложно. Болен человек. И как можно не плакать, когда молимся за других евреев? Когда доходил до Брахи Рафаэйна, он плакал. Во выздоровлении других евреев. Теперь вопрос такой возникает из продолжения Брахи. И мы заканчиваем эту Браху, говорим Баруха Та Ашем, Руфе Холей Амо Исраэль. Да? Баруха Ашем, Руфе Холей Амо Исраэль. Хорошо. Баруха Ашем, ты Руфе, ты изучаешь Холей, Холей это больной. Холей, допустим, человек приходит к врачу, с сыном и говорит «Бэн Шили Холе». «Остен Болин» или «Они Холе». «Гу Холе» да? Холе больной. «Холей Амо Исраэль» это больные народа Исраэль. Сегундочку. а а где же другие народу а если боль болен он не евреи он не а маме стрель чтобы не будем молиться как это понимать всюду к амистрейль только мы говорим про мистер эль руфе хули амой сраэль самом деле из пасук как обычно пасук истории написано так пасук торин вемор им шамоу тишмале кола шэм и люкейха байяшар байнафта асэ византы льмитцвутав вишамарта коль хукав коль махала шрасамти бамитцраим льо асима лейха киане а шэм руфе ха тут написано так что сказал а шэм если ты я заведу весь народ израиля будешь служится меня будешь жить по законам служится мих митцвот лишь мур митцвот выполнять хуким хуким законы да то любой болезнь те болезни которые были в египте они не будут тебя касаться льосима леха ки они а шэм руфе ха написано киане а шэм руфе ха это пасук слова истории приемте контекстом я бог врач твой это пасук истории киане а шэм руфе ха ну что очень интересный пасук написано так то есть ты будешь соблюдать митцвот и вести себя правильно то ты не будешь болеть не будет никакой болезни потому что я врач твой я тебя лечу секундочку вопрос если не будет болезней лосима леха я не винины винины виду болезни то зачем нужен врач до рачка есть болезнь к нет болезни чем нужен врач опять возвращаемся к теме что резко медицина это это медицина профилактики то есть нужно стараться всеми силами не заболеть так и сисья такого чтобы чтобы не заболеть я уже заболел уже уже немножко поздно интересно что сейчас как раз менять это много чем про то говорит да там медицина циверира 21 век там и очень очень что нужно важно 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 не довести себя за состояние болезни а нужно стараться жить так чтобы была профилактика вы тактика чтобы не был болезни но видите это вещи не много на самом деле давно известны но что является профилактикой судя по этой послугу получается так хорошо объясняет я тебе не пошел на тебя болезни луасима лиха это при условии им текать текай митцвот если будешь соблюдать митцвот тогда не будет болезней а если нет то будут болезни если будут болезни вот тогда я уже выступлю в роли врача аняшим руфейха так объясняет михильта за мидраж но говорит раша если у этого пшат то есть мы сказали мидраж да мидраж говорит что если будешь по методс жить то не будет болезней если нет болезни будут на это вылечу аняшим руфейха я твой врач и я обучаю тебя торе и митцвот чтобы ты был спасен от болезней да это именно профилактика и раша приводит пример машаль как врач говорит кируфе азе аумер ли адам бари альту халь тварим врач говорит человеку здоровому не кушай эти вещи неполезные которые могут тебя сделать больным то же самое говорит раши ашим говорит израиль соблюдайте митцвот не делайте нарушения которые могут потому что они могут делать вас больными и за придется выступать ашим в качестве врача а известно да что не всегда не всегда руфа она не всегда она заканчивается успехом да теперь я знаю что большинство врачи которые услышат эти этот урок эти эти объяснения про митцвот и про руфа и профилактику они так сморщатся очень скептически да или иплопые просто хладокровно скажут так будут доказывать обратное что вы знаем по опыту что так это не работает и на самом деле нету разницы между больными и времени и время наука еще не доказано и так далее все это это понятно потому что иначе трудно быть врачами трудно функционировать как врач если жить по поэтому по сказанному но и другие врачи до которые наблюдают этой практике медицинские чудеса и они согласятся с этим тезисом я вам расскажу правдивую историю когда произошла одна из из многих историй был такой израиле глава правительства который больше чем 6 лет он лежал в коме в конце жизни очень тяжелое состояние и его сыновья хотели ему помочь и они спрашивали у врача что можно поделать ничего нельзя было поделать то они спросили у врача главного скажи а был кто-то кто был в таком состоянии находился в таком состоянии и удалось его состоянии вытащить врач проверил по компьютеру грида тут я вижу что история болезни был такой один человек он тоже тут лежал такое же состояние но он стал на ноги пошел домой окей можно адрес этого человека мы хотим связаться он им дал они нашли до человека два сына во правительство арик шарон два его сына этих жила в иерусалиме в районе миа шарим они пришли к нему сказали вы знаешь мы тут знаем что ты пришел такую тяжелую болезнь на лежал в коме ты удалось излечить излечиться выкопаться из этого скажи как удалось кому-то обратился мы тоже хотим помочь нашему папе нас есть средства мы ничего не заболеем только скажи кому нам стоит обращиться кто помог он сказал знаете на самом деле что вам скажу у меня есть 60 сыновей вы детей и внуков когда я заболел они все приняли на себя читать ты лим там и выздоровление благодаря им я выздоровел у вас есть 60 детей внуков нету тогда что можно поделать да мы видим да все такое грецкая медицина . чтобы заболел то данные естественно то что мы говорили ты лимков youth ted там можно читать имя человека за выздоровление если уже стали про имя человека то добавим что в этой брахе есть вставка из вставка для какого-то конкретного человека для его вздоровления давайте посмотрим на вставку если молимся эту молитву у нас есть кто-то кто кому желаем выздоровления хотим помолиться будете есть так можно добавить так смотрите сначала начинаем про фейна шэм вани рапе ущиэйну вани ваше китэль асэйну ата вагалеру фуаш лима лихоль макусэйну и вот теперь написано аруце литпалель баат ахуле юмаркан тхина зу тот кто хочет аруце тот кто хочет помолиться за какого-то конкретного больного он скажет тхина зу того тхина с того слова интересное это как бы тоже это мольба такая но вообще литхон это мы знаем что есть такое тхина это когда берутся маленькие семечки и они измельчать измельчать измельчаются до такого состояния что потом разводится водой эту жидкость так мы так молимся как бы с таким усердием как будто мы как будто мы мелем от эти вот маленькие маленькие семечки тхина и это говорится так ты каждый может добавить свои молитвы в мунаисре ира цон милифанэйха шэм элюкей элюкай вэлюкай авусай шэтишлах мэхира руфуаш лима мина шамайм пусть будет тебе угодно шэм элифанэйха чтобы ты послал мой отец мой бог бог мой отцов шэтишлах чтобы ты послал мэхира побыстрее руфа шлема мина шамайм полнейшее выздоровление руфа шлема мина шамайм с небес руфата нефеш руфа сагуф выздоровление души и выздоровление тела эти вещи они связаны нельзя между ними разделить мы это уже говорили руфата нафеш вас агуф лехолее и дальше говорить его имя плони бен плони имя говорит человека и имя его мамы беток шар холей израэль в беток в шар холей израэль среди как бы других остальных больных израиля мы добавляем поток шар холей израэль во первых то что на самом деле хотим чтобы тоже другие выздоровели автор мы говорили что руфа она касается митсвот и захует то есть если есть у человека с хует да то есть правильный вид для которого делал то это его защищает это может ему помочь выздороветь и мы просим чтобы как бы вот общие схода они все как объединились и помогли и помогли всем больным даже больным которых нету сход на пусть и человек уверей и больной но он в жизни не делал митсвот хотя такого не бывает или потому что любой еврей он делает много митсвот как скарабин ахман человек который известно сказал большим то вы не ошибаюсь человек который хоть раз дал в жизни кому-то другому стакан воды это тоже помощь это же митсва дать кому-то стакан воды это митсва то человек такой человек должен ему нужно приплясать уже очень долго от радости что он сделал митсвот это так что у каждого есть митсвот есть вопрос только чего больше и рамбом это объясняет как это взвешивается да что если больше добрых дел человек считается цадик если больше плохих дел считается нет цадика когда поровну считается бенуни и также судится целые города и целые государства и как это взвешивается мы этого не знаем трубает очень сложные преступления а вероятные очень большие митсвот и мы видим интересную вещь что касается государства между те те народы и и государства страны которые сделали что очень плохое для евреев они просто исчезли мы видим это предложил с египтом как они превращали евреев это очень большой и грех и египта не стал до греция сейчас тоже не та греция рима не стала так дальше так дальше да дальше дальше германия сделал очень плохое евреи но видит сейчас германия как бы раскаивается помогает пытается помочь евреям и поэтому может она будет спустя на от нашествия ислама посмотрим что будет эта тема не наша только скажем правило по поводу молитвы с какого-то конкретного человека мы скажем нужно сказать его имя там плони бен плони а если мы не знаем его имени имя его мамы мы знаем человека мы замолимся как зовут его маму мы не знаем вам рассказать что допустим уше бен хава сын хавы как бы хава она считается матерью всех общей мамы хавы сам первое ваше бен хава теперь если это человек он и не еврей тоже можно взаимом помолиться да тоже он тоже бен хава либо рассказать че какого-то и какую-то его черту допустим коллега там на работе заболел и мы говорим помоги пожалуйста юрию юрий наш бухгалтер помоги пожалуйста шла куфа шлема ли юрий бухгалтер да наш и так далее то есть чтобы понятно о ком идет речь так тоже можно сказать если это маленький ребенок у него еще нет ними имени он уже заболел не да бог все маленькие еще не успели делать бритмила не дали меня он уже приболел тогда говорится мама говорит молитву или папа говорит числа хруфа шлема ли бни бни бен бен шели бен шели тогда понятно о ком идет речь да бен шели если другой молится то бен шель да и имя мамы теперь если есть длинный список больных и мы не можем все успеть всех назвать мы сына нас на молитве да при на молитву молимся время так ограничено скоро будет шалик цибур говорить то будет конечно там рену лишь обеда то есть мы не можем долго молиться а есть список длинный нас попросили до приехали там на киурица диким целый список с монасты можно просто сказать что шла хруфа шлема пошли рупа шлема всех упомянутым в этом списке тогда тоже будет понятно о ком идет речь вот такие более-менее такие вот туда аллахот что касается молитвы о больных теперь этом браха руфуа она по счету восьмая восьмая браха что было на что было ну восемь что такое восемь в чем цифры говорит цифра 8 она говорит цифра 8 это бритмила правильно на восьмой день делается бритмила и на самом деле это не случайно что браха поставили восьмой допустим они седьмой понятие может был пасук вышав в рафа в рифа я делаю чего потом слеха да а потом у нас было гиула а почему не рифа может быть рифа а потом гиула да лучше прийти на гиула здоровенький нет рифа было поставлено на восьмое место то очень важно было на восьмом месте почему дело в том что мы говорили что наше излечение это напрямую зависит от нашего поведения духовного от соблюдения митцвот так если митцвот не были соблюдены соблюдены мы плохо соблюдаем тору то нечего удивляться если человек будет все плохо чувствовать так у него есть право просить рифа сначала сделаю чего потом дело бы попросили рифа а что касается бритмила это митцва после бритмила человек это как операция плохо чувствует тоже маленькие дети кровь идет но это митцва поэтому когда мы сделали митцву будет мило огромная митцва у нас есть полное правило просить рифа шлема да мы сделали митцва не может такой что делать митцву он заходит брит до делает союз с ашемом и потом он болеет как такое может быть заключили союз что же будет нам помогать и такое состояние тяжелую после митцву поэтому у нас все права пози руфа поэтому ставили руфа на восьмое место чтобы заодно уже как быть миле посередине другие наши недуги и болезни как бы так взять как это к тремпу да то есть заодно уже мы просим руфа и болезни тут нас есть право просить руфа за бритмила поэтому после мы и просим руфа и за все стены болезни хотя может быть по идее нам и не полагается Руфуа за эти болезни. Вот такие правила Руфуа. Давайте еще раз посмотрим на эту Браху, как она говорится. Брахат Руфуа. Рафаэйну Ашэм венерапэ, ушиэйну венерапэ, киселасэйну ата, ваале Руфуа шлема, леколь, леколь макосэйну. Дальше, кто хочет молиться за какого-то конкретно в Бальнува. Кикэль мэлэх Руфэ, нейман варахман ата, барухата Ашэм, Руфэ, холэй, амо, Исраэль. Это заканчивается Браха. И я желаю всем хорошего здоровья, чтобы вы не болели и были здоровы духовно и физически. Все хорошо.